МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для начала я его чищу разными щетками, потом протираю и в конце седла уезжаю. Утро спортсменов начинается в конюшне. Каждый всадник сам готовит свою лошадь к тренировке. Перед тем, как седлать, животное необходимо приготовить к выходу в свет. Чистка – обязательная процедура перед седловкой. Как утро спортсмена всегда начинается с умывания, так и день лошади начинается с чистки. Щетки не только удаляют грязь – это массаж перед выездом. Краевые соревнования по конкуру завершились в конце сентября. Сразу после спортсмены приступили к активным тренировкам, но уже с большим энтузиазмом. Завоеванные медали мотивируют работать еще лучше. На Кубке законодательного собрания Краснодарского края, который разыграли в поселке Южный Деньского района, на базе конно-спортивного комплекса «Газконь» сочинцы получили 11 медалей. Шесть из них в копилке 15-й спортшколы. Пять золотых и одна бронза. Очень довольны. Мы, конечно, не рассчитывали столько побед. Пять первых мест – это очень хороший результат для наших детей. Организовали эти знаковые не только для региона, но и всего юга страны старты Краевое министерство физической культуры Краснодарского края, Региональная федерация конного спорта и Кубанский парламент. Наездники не первый раз демонстрировали в поселке Южном красоту этого зрелищного вида спорта. Первый турнир на призы ЗСК по конкуру прошел в 2011 году. Нынешние соревнования собрали 108 спортивных пар из восьми муниципальных образований Кубани – Краснодара, Сочи, Новороссийска, Красноармейского, Деньского, Каневского, Тихорецкого, Курганинского районов, а также из Крыма, Ростовской области и Ставропольского края. Повезли мы юноши, взрослых спортсменов в общий зачет, детей. По юношам наши спортсмены повыигрывали абсолютно все дни, в том числе и финальные. В общих зачетах первый день мы остались в пятерке, остальные два дня выиграли. По детям немножко не сложилось, но все дни оставались в пятерке. В тройку, к сожалению, не попали. Скажите, это высокий результат для нашей сочинской спортшколы? Из девяти маршрутов выиграть пять, я думаю, это достаточно высокий результат. Это краевые соревнования. Таких на юге России четыре соревнования в год, то есть они достаточно престижные для Южного федерального округа. Конкур – это один из самых зрелищных видов конного спорта. Чтобы добиться высоких результатов, требуется длительная и упорная тренировка как спортсмена, так и лошади. Всадник должен обладать смелостью и решительностью, тонким расчетом, высоким искусством управления четвероногим партнером и хорошей физической подготовкой. Так, Полина, давай по связочке поехала. Из угла крестовину, оттуда вадугу, шесть к себе спокойных галопов, и систему со стороны локсера. Выбери ровное движение, один темп держи, как с начала маршрута, так и до конца. Конкур – это вид спорта командный, хорошо подготовлена и натренирована должна выйти сама лошадь. От нее требуется большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивания, высокая координация движений, умение сохранять равновесие при полете над препятствием и во время приземления, а также гибкость и пластичность движений. Поэтому для того, чтобы завоевать столько медалей, сочинские всадники тренируются часами. У меня, как у тренера, есть определенная программа, режим тренировок. У спортсменов свой режим, у лошадей свой режим. Соблюдаем режим, готовимся. В общем, как и в других видах спорта, все точно так же. Соревнования на Кубок законодательного собрания Краснодарского края проходили в двух возрастных категориях – юношеской и взрослой. Юные спортсмены боролись за награды на маршруте с высотой препятствий 90 и 100 сантиметров. Всадники поопытнее – от 110 до 145. Диана Дружинина на Кубке ЗСК со своим кавалером завоевали сразу два золота. Принимала участие в общем зачете с моей лошадью по кличке Кавалер и с высотой 100-110-115 сантиметров. И благодаря моему тренеру заняла два первых места. Это было очень сложно, но мы со всем справились. Я занимаюсь конным спортом 6 лет, и это мои первые медали. В числе золотых медалистов и Владислав Осипов. На маршрутах с высотой препятствия в 120 и 130 сантиметров со своей лошадью Роттердамом он стал первым. Соревнования нам очень понравились, и у нас был очень сильный труд с нашим конем. Когда выступали, сначала было немного страшно, потому что нам предстояла очень большая высота и сложно. Я сидел на лошади по кличке Роттердам, и мы ехали в высоту 120-130-130. Это было очень тяжело для нас, потому что мы, в принципе, давно не прыгали в такую высоту, но мы стремились совершенствоваться и преодолевали препятствия. Знали, он уже проходится много лет, и мы пытались выиграть, но у нас и получилось, стремились к победе и достигли цели. Рады, что эти две медали сейчас на вашей груди? Да, конечно, очень рады. Впечатляет. Попала в копилку Сочинской 15-й спортшколы и бронзовая медаль. Ее получила Екатерина Данилова. Мы с ювелиром на законодательном кубке собрания заняли третье место. Это было очень тяжело. Ворьба была очень большая, но мы справились с ним. Также на кубке, самом главном, в третий день, мы заняли пятое призовое место. Также боролись за это место. На турнире было 108 спортивных пар. Также 38 участников было в одном зачете. То есть очень много было пар. И борьба была действительно тяжелая, но мы все справились с этой задачей. Мы с моим партнером-ювелиром совсем недолго работаем. У нас еще все впереди, поэтому мы трудимся. Ему 11 лет. Он из завода Великокняжеского. Его привезли к нам в 5 лет. Его работал мой тренер. И этот конь очень умный и хороший. Настоящий боец. По традиции организаторы Кубка Заксобрания вручили победителям не только медали, но и денежные сертификаты. Их получили спортсмены, которые заняли с первого по пятое место. Общий фонд соревнований составил 800 тысяч рублей. Был подготовлен и уникальный приз, выполненный по эксклюзивному заказу ЗСК. У нас кубок законодательного собрания на приз законодательного собрания, который выиграла наша Жукова Анастасия. Бронзовая лошадь со всадником – это главный приз турнира. Кубок весом в 15 килограммов уехал в 15-ю спортшколу. Большое достижение для сочинских спортсменов. Первые два стартовых дня мы с Декстером пытались завоевать призовые места, но оставались в пятерке и все, выше не поднимались. Третий стартовый день – это был самый главный финал, можно сказать. Высота была 130 сантиметров и перепрыжка с поднятием до 140. В этот день мы с Декстером настроились и решили, что кубок ЗСК будет наш. И, собственно, отпрыгав маршрут чисто, мы ждали перепрыжку. Всего у нас перепрыжки было двое человек. И я проехала быстрее, чем второй участник, и выиграла кубок ЗСК. Конечно же, я была счастлива. Это очень, я считаю, очень хороший результат для Декстера. Мы не часто выступаем по таким высотам. И в этом году это были первые старты, когда мы прыгали 130. Раньше мы прыгали только в прошлом году. Второй год подряд мы завоевываем главный приз – приз Законодательного собрания Краснодарского края. В прошлом году его выиграл Осипов Владислав на лошади по кличке Бунт. В этом году нас порадовала Анастасия Жукова на Декстере. Конечно, с кубка ЗСК по конкуру с медалями вернулись не все. Но для каждого турнир стал хорошим соревновательным опытом. Возможностью проверить свои силы и увидеть, как на площадке работают конкуренты – спортивные пары со всего юга страны. Я участвовала на коне по кличке Юрхан. Это 7-летний Мерин. Мы, к сожалению, ничего с ним не заняли. Но получили огромный опыт, чему я благодарна своему тренеру Геннадию Вадимовичу Огневу. Достаточно много было спортсменов и хорошего уровня было. Считаю, что это мотивация большая – продолжать заниматься, совершенствоваться и как-то дальше продвигаться в спорте. Итоговая таблица результатов краевых соревнований по конкуру на призы Законодательного собрания Краснодарского края выглядит следующим образом. Турнир определил победителей и призеров в нескольких видах программы. Это маршруты с высотой 90, 100, 110, 115 и 120 см, а также 130, 140 и 145 см. На высоте от 130 см медали разыгрывали мужчины и женщины. В остальных – мальчики и девочки, юноши и девушки. Всего было разыграно 15 комплектов наград, то есть 45 медалей. Субтитры подогнал «Симон»! Всего же в Краснодарском крае подготовка наездников ведется в 19 муниципалитетах. В Сочинской 15-й спортшколе конным спортом занимаются полторы сотни спортсменов. Развивается школа с 2012 года. В 2012 году она была основана. За этот период времени уже было очень много достижений достигнуто. Мы стали лучшей школой по краю. Показываем очень хорошие результаты. Каждый год у нас один-два кандидата в мастера спорта выполняют дети, разряды спортивные. Ну и каждый год увеличивается количество детей. Единственное ограничение у нас, почему мы не можем больше взять детей, потому что у нас очень мало лошадей. Конный спорт – это специфический вид спорта. Все зависит от количества лошадей. Эта база у нас основная в Дагомысе находится. Здесь занимается около 60 человек детей. Но есть у нас еще также базы в Верхней Николаевке. Одна база маленькая. И маленькая база в поселке Каштаны. Ну, развиваемся. Ближайший турнир у сочинских всадников уже в ноябре. 16 числа стартует первенство спортшколы по конкуру. Соревнования открыты, и поэтому за звание лучших придется бороться со спортсменами со всего юга страны. А еще в школе уже сейчас открыт набор желающих оседлать коня. Ищут спортсменов от 10 лет. Тех, у кого нет противопоказаний заниматься этим красивым видом спорта. В школе ждут юных всадников, которые смогут в будущем стать достойной заменой нынешним чемпионом. Редактор субтитров А.Семкин